Доброе утро, дорогие телезрители! Как всегда, встречаем день вместе с программой «Утренний фрэш». Я, Влада Васильева, рада приветствовать вас в такой ранний час у экранов телевизоров. Сегодня я познакомлю вас с историческими событиями этого дня, а также расскажу о культурных событиях Гомеля. Не переключайтесь! Немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 8 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду, с порывами до 15. Каждый день хранит в себе важные и незабываемые события. Когда-то был изобретен кинематограф, а когда-то автомобиль. Важные исторические факты можно отыскать в каждой календарной дате. Ради любопытства и расширения кругозора. И специально для любознательных рассказываем, чем запомнилось 19 октября в истории. Всероссийский день лицеисты, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому человеку в России. Именно 19 октября 1811 года открылся императорский Тарскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. День биотификации католической подвижницы матери Терезы Калькутской 19 октября отмечается в Албании как национальный праздник. Мать Тереза – основательница женской монашеской конгрегации сестер-миссионерок любви, занимающейся служением бедным и больным. Также является лауреатом Ногельской премии мира. А в 2008 году, 19 октября, к профессиональным праздникам в Республике Казахстан добавился День спасателя. Начиная с этого года сотрудники противопожарной и водно-спасательной службы гражданской обороны отмечают единый профессиональный праздник. А сейчас поговорим о выставках и ближайших концертах. В картинной галерее Гаврила Ващенко открылась интерактивная выставка «Дом великана». Вы окажетесь в пространстве, где все знакомые предметы увеличены в десятки раз. Диван размером с грузовик, тюбик зубной пасты размером с кровать, а в банку сгущенного молока легко забраться целиком. Не пропустите! Музей истории, печати и фотографии Гомлещины готовит к открытию выставку под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта «Модерн Токинг» Томаса Андерса в городе Комблинс. Гости в музее видят снимки, сделанные на концертах в Минске, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре – Томас Андерс, Анни Вески и многие другие. В дворце Румянцевых и Паскевичей для гомельчан и гостей областного центра открыта выставка современной живописи «Стоп-кадр» художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его «Стоп-кадр». Организаторы выставки уверены, что встреча зрителей с деревянной архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Вомеля, которые представлены в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите! Картинная галерея Гаврила Ващенко продолжает выставку под названием «Что может быть лучше природы? Афорты Ивана Шишкина». Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом «60 афортов» профессора Шишкина, 1870-1892, Санкт-Петербург. Это оригинальные афорты черной краской и сепией. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. В Гомеле открыта выставка под названием «Мои друзья». На ней работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам. Пабло Пикассо, Марко Шагало, Амидео Морильяне и другим. В наивном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы. Удивится игре, фантазии и яркости цветовой мозаики. Оценит оптимизм автора. Приходите в картинную галерею Гавриила Ващенко. Жители и гости города Гомеля приглашают в ДК железнодорожников на балет «Двух действиях» Андрея Петрова «Сотворение мира». Хореограф и постановщик балета, народный артист СССР и Беларуси. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарев. Зрители ждут не просто изложение важных тезисов, а живая, яркая, многозначная, образная реальность спектакля. Балет отзывается на важнейшую проблему современности и воспевает могущество человека и вечную силу материнства. Спектакль состоится 31 октября. Начало в 17.00. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Оксана Старовойтова расскажет об определении места жительства детей, установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. В настоящее время супруги очень часто обращаются для определения порядка общения, а также места жительства детей. Место жительства детей обычно определяется, когда супруги расторгают брак и начинают проживать раздельно. Статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусмотрено, что место жительства ребенка определяется по месту жительства его родителей. В случае раздельного проживания родителей, место жительства ребенка определяется по соглашению между ними. Оно может быть как письменное, так и устное. Также место жительства ребенка можно определить и при заключении брачного договора или соглашении о детях. В случае недостижения консенсуса данный вопрос можно передать на рассмотрение в суд, то есть подать иск об определении места жительства ребенка. И суд при учете определенных обстоятельств, кто из родителей больше уделяет внимание ребенку, кому ребенок больше привязан, с учетом возраста ребенка, материально-бытовых условий, характеристик родителей, характеристик с работы, с места жительства, их материального обеспечения, определит место жительства ребенка. Однако всегда нужно учитывать, что стороны могут быть недовольны данным решением суда. И в данном случае я бы рекомендовала обращаться лучше к медиатору, который поможет разрешить данный спор и будет заключено медиативное соглашение. Кроме того, данное решение, оно не постоянное. То есть можно до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд при изменении обстоятельств и поменять место жительства ребенка. Что же касается порядка общения, то оно определяется, когда родители не могут договориться, когда отдельно проживающий родитель будет брать ребенка и проводить с ним время. То есть судом определяется длительность встреч, место встреч, а также те дни, когда должно происходить это общение. Но опять же я хочу обратить внимание, что лучше обратиться в добровольном порядке к медиатору и урегулировать данный вопрос. Как всегда, новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Пусть этот день будет насыщенным, а хорошее настроение – неизменным. Не переключайтесь, с нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова